Приветствую, это INMA V8S. Кататься не буду, взвесим и разберем. Это любимое колесо начинающих и тех, кто ценит классику. Рестайлинговая версия. Увеличенный аккумулятор, скорость до 35 км в час, пробег до 70 км. Удобная выдвижная ручка, классный дизайн, педали с наждачкой и цепкая мягкая резина Чао-Янг. Inmotion V8S. Зарядка в комплекте без изменений, 1,5 А. Выглядит круто, оно матовое. Подушечки. Так, взвешиваем. И вес у нас 16,7 кг. Мы его разбираем. Начинаем с педали. И чтобы снять крышку, надо ее немножко повернуть против часовой стрелки. И не забудьте приподнять ручку телескопическую, иначе не открыть. Снаружи крышка матовая, внутри она глянцевая и непрозрачная. На корпусе остались места под светодиодные ленты, но светодиодных лент на V8S новеньком нету. Остались только пустые места. Так, сразу с этой стороны откручиваем стойки. И нам еще надо снять крышечку. Для этого здесь нужна хитрая манипуляция с осью. Попробуем подцепить ось и вытащить ее. Ось вышла вместе с крышкой. И переворачиваем. Повторяем все то же самое с этой стороны. Установочные винты с фиксатором резьбы. Сразу откручиваем винты крышки. И выбиваем ось педали. Снимаем вторую крышку. Ну, вторая крышка такая же. Отключаем провод. И откручиваем потом крышку контроллера. Обесточили. Контроллер здесь стандартный. Как у V8S раньше был. Как у V8F. Внешне не видно никаких отличий. Включаем провода двигателя. И откручиваем вторую стойку. Выкатываем двигатель. Стойка такая же, как на последних V8F. Внутри арки все как обычно. Выходит радиатор контроллера. Колесо новое. Здесь у нас чистенько. Так, отключаем батарейку. И вытаскиваем. Батарейка здесь вытаскивается так же. Ничего нового. Откручиваем аккумулятор. Вытащили заглушку. И вытряхиваем аккумулятор. Вышел. Аккумулятор внешне точно такой же, как на V8F и раньше был на V8S. Те же ячейки 2170. На маркировке обещают 711 ватт-час. И разбираем аккумулятор. Тут нужно несколько винтов открутить. Саморезы. И ячейки, скорее всего, Samsung 50E, судя по цвету. К сожалению, по наследству перешла и проблема контроллера. То есть, если в арку набивается снег, контроллер может выдавить внутрь. Будьте внимательны. И по возможности делайте гидроизоляцию. И делайте гидроизоляцию в проверенных сервисах. Стойки и сам двигатель точно такой же, как у V8F, который мы не так давно разбирали. Поэтому двигатель мы не будем разбирать. Можно посмотреть предыдущий техноблок. Там будут все подробности по двигателю и по стойкам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова